Здравствуйте, хочу рассказать Вам, как легко и просто оживить приемник проводного вещания. Сейчас уже у многих отсутствует дома проводное радио. Люди от него отказались или линии повреждены и ремонт их больше не предвидится. А приемники проводного вещания в лучшем случае стоят и пылятся. Но можно приемник проводного вещания оживить и он снова будет радовать своих владельцев. Сразу скажу, что для оживления приемника требуется хотя бы минимальные знания в области электроники и умение держать паяльник в руках. Если Вы не имеете таких знаний, то обратитесь к тому, кто Вам сможет помочь в доработке приемника. Итак, для оживления приемника потребуется собственно сам приемник трехпрограммного проводного вещания. почему именно трехпрограммный приемник нужен, так как в нем есть усилитель низкой частоты. Еще потребуется приставка для приема цифрового телевидения. А также экранирует как кабель, оконеченный тюльпаном. С одной стороны. Теперь как это работает. Звуховой выход цифровой приставки с помощью экранированного кабеля соединяется с трехпрограммным приемником, а конкретно со входом усилителя низкой частоты. В первый мультиплекс цифрового телевидения входят три радиовещательные станции. Радио России, Маяк, Вести ФМ. Пультом выбираем нужную радиостанцию, регулируем громкость. Вот и все. Приемника сжил. Кстати, у моего приемника есть кнопка тембр, вернее была кнопка тембр. Эту кнопку от функции тембр отключил и использую сейчас как переключатель входа усилителя. На вход усилителя подается сигнал или из цифровой приставки или из сети проводного вещания. Может когда-нибудь сеть проводного вещания снова заработает. Кстати, эта цифровая приставка имеет вход для подключения монитора, что позволяет просматривать телепередачи на обычном мониторе. Как оживить однопрограммный приемник проводного вещания. Здесь тоже ничего сложного нету, достаточно лишь в него установить усилитель низкой частоты. Расскажу это как сделать на примере вот этой колонки, которая раньше была пассивной, а сейчас стала активной колонкой. Мною в Китае был куплен вот этот усилитель низкой частоты. Напряжение питания этого усилителя составляет 5 вольт. Питаться усилитель этой низкой частоты будет от USB порта вот этой цифровой приставки. Можно использовать и любой другой усилитель низкой частоты, напряжение питания которое составляет 5 вольт. На плате обозначены вход, выход и подключение, куда подключается питание. Саму плату в колонке я закрепил на двусторонний скотч. Также в колонке я установил индикатор питания, а с обратной стороны установил тумблер для выключения питания, так как выяснилось, что приставка в режиме сна выдает 5 вольт в порт USB. И установил переменный резистор, который регулирует входное звуковое напряжение. Сопротивление данного резистора составляет 150 кОм. Сама колонка к приставке подключается двумя проводами. Один экранированный для звука с разъемом тюльпан, а другой питательный, по которому поступает питание от порта USB. И он имеет разъем USB. С активной колонкой я использую цифровую приставку со встроенным блоком питания. Так как вот эта приставка со внешним блоком питания, у нее блок питания при больших уровнях громкости звучания колонки уходит в защиту. Ну вот и все. Благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok